Плохая новость – среди нас живут вампиры. Хорошая новость – им так же скучно, как и нам, пускай они и могут жить вечно. Это концепция, лежащая в основе фильма Реальные упыри, которая превратилась из непритязательного короткометражного фильма в культовый, а затем получила воплощение в формате успешного телесериала. До того, как Реальные упыри появились на телевидении, это был фильм, премьера которого состоялась на кинофестивале Sundance в 2014 году. В 2005 году новозеландские режиссеры Тайка Вайтити и Джемейн Климент написали, сняли и сыграли главных героев 27-минутного короткометражного фильма под названием Интервью с некоторыми вампирами. Это произведение не получило особой поддержки, и поэтому Вайтити и Климент перешли к другим проектам. Для Вайтити это означало съемки номинированного на Оскар короткометражного фильма Две машины – одна ночь и полнометражных фильмов Орел против акулы и Мальчик. Режиссер совместно с Климентом также снял несколько эпизодов Полета Конкордов в сериала HBO о фолк-рок-дуете. Примерно через 4 года после того, как коллеги сняли свою короткометражку, они приступили к работе над полнометражной версией фильма. После этого потребовалось еще 4 года, чтобы начать производство. Монтаж оказался самой трудоемкой из всех задач, поскольку 87-минутный фильм стал результатом тщательного отбора из 125 часов отснятого материала. Вампиры из реальных упырей – не типичные, задумчивые и пугающие создания ночи. Они, конечно, стараются быть романтичными и загадочными, но просто не могут привыкнуть к этой роли. Виаго, которого играет Вайтити, ужасно радуется за тех, кто убивает людей, в то время как Владислав, которого играет Климент, скрывает тоску по бывшей девушке, пытаясь быть как можно более драматичным. Оба актера использовали разные источники, чтобы раскрыть своих персонажей. Вайтити сформировал яркий и бурный нрав Виаго на основе личности его собственной матери. Что касается его глупой манеры речи, она появилась случайно. Как сказал актер журналу Empire Magazine, «Отчасти мой персонаж – это тот парень, которого я когда-то встретил во время путешествия. Немец, у которого просто был очень высокий голос. Звали этого человека Филипп, но он предпочитал, чтобы его называли Мистер Хэппи. Что касается Влада, Климент создал его на основе классического кровососа, а именно самого графа Дракулы» В частности, воплощение известного вампира Гэри Олдманом в фильме 1992 года по роману Брэма Стокера Дракула. Каждое произведение в жанре вампирской фантастики имеет свои особые правила. Есть определенные образы, которые проявляются достаточно часто – например, тот факт, что вампиры не отражаются в зеркалах и могут умереть, если окажутся на солнце. Когда создатели реальных упырей разработали правила для своей вселенной, вместо того, чтобы придумывать совершенно новые, они решили принять те, которые были установлены классикой – романом Брэма Стокера 1897 года Дракула. Таким образом, многое из вампирской культуры проистекает из этой книги, например, отвращение этих существ к распятиям. Как Тайка Вайтити объяснил Empire, «Я думаю, что все эти правила пришли именно из той эпохи, например, то, что вампиры могут превращаться в летучих мышей и так далее. Мы пошли по стопам Дракулы» Также важно отметить, что действие реальных упырей происходит в мире, где существуют другие известные вымышленные вампиры. И это иногда влияет на поведение персонажей. Например, в телесериале Нандор покупает блестки, чтобы сверкать, как Эдвард Каллен, в «Сумерках». И знакомый Нандора Гильермо говорит о своем желании стать вампиром после просмотра фильма Интервью с вампиром и восхищения персонажем Антонио Бандераса Арманом. Когда Вайтити и Климент адаптировали реальных упырей для телевидения, они переместили действия с Новой Зеландии на Стейтен-Айленд. Для этого потребовался состав совершенно новых персонажей, включая Колина Робинсона, первого американского вампира франшизы и первого энергетического вампира. Это существо, которое питается не кровью, а психической и умственной энергией других, утомляя их до полусмерти скучной беседой. В 2019 году Климент сказал Hollywood Reporter, «Я слышал, что этот термин используется для описания людей, с которыми трудно разговаривать, и они создают явные неудобства на вечеринках. Это те собеседники, от которых вам нужно спасаться, и чем дольше вы разговариваете с ними, тем труднее это сделать» Нужно было просто вывести подобную способность на сверхъестественный уровень. Марк Прокш, актёр, играющий Колина Робинсона, импровизирует большую часть мучительного нудного разговора. По словам Климента, многого из этого не было в сценарии. Просто он может заниматься этим бесконечно. Марк – забавный парень, но мне интересно, как он чувствует себя на вечеринках. – Сейчас я просто ждал, чтобы комментарии выйдут. – «Ой, можешь объяснить громче?» – Да, конечно! И в фильме, и в телевизионной версии реальных упырей используется одна и та же запоминающаяся вступительная песня. Слегка пугающая, с четким звуком, а также элементами британского вторжения и фолка. Подобная мелодия будет восприниматься также отлично в саундтреке к фильму Уэса Андерсона. Песня вполне уместно называется You're Dead – Ты мертв. Монтажёр фильма, Том Иглс, собрал коллекцию мелодий о смерти, а затем включил Вайтити и Климента в эту композицию. В конце концов, они решили использовать её для вступительного монтажа старых фотографий и рисунков. Чтобы получить разрешение, производственной группе пришлось разыскать женщину, которая написала и исполнила песню в 1966 году – американскую исполнительницу в жанре фолк Норму Тонегу. Певица, скончавшаяся в 2019 году, стала известна в США благодаря одному хиту, но это был не You're Dead. Её единственной песней, попавшей в чарты, была такая же странная, но очаровательная Walking My Cat Named Dog, которая заняла 22-ое место в Billboard Hot 100 в 1966 году. Реальные упыри не сразу попали на телевидение. Фильм был выпущен в 2014 году, и пускай Тайка Вайтити и Джемейн Климент почти сразу же приняли предложение превратить его в сериал, премьера на телеканале FX состоялась только в марте 2019 года. Главным образом это случилось потому, что Вайтити стал востребованным режиссёром. Он снял фильм Тор Рагнарёк для киновселенной Марвел 2017 года, а затем комедию о Второй мировой войне Кролик Джоджо Короче говоря, у него было много дел, и ему пришлось отложить даже мысль о создании телевизионной версии реальных упырей, которую, по его признанию, он и Климент на самом деле не хотели делать. Как он сказал Волчер в 2019 году, «Мы не возражали против того, чтобы этот сериал существовал, но создавать его самим означало бы большое количество работы, а мы не любим работать» И пускай он – исполнительный продюсер сериала и снял несколько эпизодов, по большей части Вайтити оставил проект в руках Климента. Это не совсем неожиданное решение, так как пилотная серия была заказана тогда, когда режиссеру предложили снять Тора. Как он сказал Волчер, «Я не мог представить себе, как у меня получится участвовать в создании и сериала, и фильма, поэтому я дал возможность Джимейну снять этот проект» – Это было круто для меня, чтобы приехать только как режиссера. И все скипты были хорошие, они очень-очень интересные. В самом деле, это лучше всего, чем я не писал. В седьмом эпизоде под названием «Испытания» сериал явно начал набирать обороты. После того, как древний вампир Барон умирает на их глазах, главные герои должны предстать перед советом вампиров, в которых играют актеры, ранее изображавшие кровососов в других сериалах и фильмах. Приглашенные звезды включали одного из истребителей – сериала Ваффи-истребительницы вампиров Пола Рубинса, Эван Рэйчел Вуд из Настоящей крови, Дэнни Трэхо из фильма От заката до рассвета, Тильду Суинтон из Выживут только любовники и самого Блэйда Уэсли Снайпса. Кроме того, Джемейн Клемент, Тайка Вайтити и Джонатан Брук исполнили свои роли из фильма. – Все эти страны собрались здесь вместе на Статен-Илленде. – На Статен-Илленде! Клемент и Вайтити были заинтересованы в своих камео в сериале, но они не могли придумать причину для появления. Так было до тех пор, пока Клемент не вспомнил, что встретил Суинтон на кинофестивале South by Southwest, когда оба представляли свои фильмы о вампирах. Он напомнил Entertainment Weekly, она сказала, «Сделайте что-нибудь, чтобы наши персонажи-вампиры оказались вместе. И я зацепился за эту идею» И пускай Трибунал прошел отлично, некоторые актеры не смогли приехать. Кифер Сазерленд из Пропащих ребят отказался участвовать, в то время как Александр Скарсгард из Настоящей Крови снимался в Австралии. Кейт Бланшет также пропустила это мероприятие. Сообщается, что она и правда хотела появиться, но Вайтити затем сообразил, что она была включена в список вымышленных вампиров по ошибке, поскольку на самом деле никогда не играла кровопийцу. Длинная структура телесериала, Чем мы заняты в тени, дает сценаристам возможность по-настоящему исследовать повседневную жизнь нестареющего существа. И оказывается, что ответ на этот вопрос скучно и однообразно. Имея это в виду, наибольшее влияние на сериал оказывает нечто иное, нежели сверхъестественный ужас. Шоураннер Пол Симс объяснил источник этого вдохновения Голливуд Репортер. «Офис был историей об утомительной работе в офисе, где на самом деле ничего не меняется, а если и меняется, то быстро становится утомительным» В этом сериале подобная идея возведена в абсолют, когда героям приходится уживаться вместе 200 лет, и они смертельно устали друг от друга. Одной из главных комедийных составляющей в сериале является тот факт, что вампиры растратили дар бессмертного пребывания на Земле. Как выразился Симс, «Отчасти забавно в сериале то, что у этих вампиров было 200 лет, в течение которых они могли делать всё, что хотели. Они могли выучить любой язык, написать тысячу книг, научиться играть на любом музыкальном инструменте, а на самом деле всё, чем они занимались, было сидение на пятой точке и припирание друг с другом. Действие, чем мы заняты в тени, происходит на Стейтен Айленде, но на самом деле сериал снимался в Торонто. Просторный кирпичный особняк, в котором живут вампиры, это что-то вроде известного дома ужасов. По крайней мере, первый сезон снимался именно так. До того, как началось производство сериала, в этой локации снималась широкоэкранная версия Оно Стивена Кинга. Однако второй сезон пришлось снимать в другом доме из-за чрезвычайной ситуации на производстве. Как рассказал Голливуд-репортер Пол Симмс, «Прямо перед тем, как мы приехали в Торонто, чтобы возобновить съемки, нам сказали, что мы не можем использовать Дом вампиров. Это была наша самая большая производственная проблема» В конечном итоге команде пришлось построить новый экстерьер, чтобы он соответствовал оригинальному дому. Затем они начали проявлять амбициозность, добавив более крупный сад с топиариями и пруд с карпами Кои на стоянке у звуковой сцены, где снимались внутренние эпизоды. Так что, похоже, в конце концов, всё получилось неплохо. В невероятно глупом эпизоде второго сезона, В бегах, Ласло принимает новую личность, скрываясь в Пенсильвании как обычный бармен-человек по имени Джеки Дайтона. Он маскируется с помощью пары джинсов и зубочистки. Он пытается избежать встречи с Джимом-вампиром, которому задолжал в прошлом. – Как ты знал мой имя? – Это написано на твоей карте, очень очевидно. Джима играет Марк Хэмилл, который получил роль, потому что он – большой поклонник реальных упырей. Ему понравился фильм, но он не думал, что и сериал будет отличным, потому что в нем не было Тайки Вайтити и Джимейна Клеймента, но он обнаружил, что ошибался. Как он сказал Волчер, «Я всегда нервничаю по поводу сериала, который мне нравится, потому что я нахожу то, что мне действительно нравится, и это отменяют» «Поэтому я написал об этом несколько раз в Твиттере, пытаясь убедить своих подписчиков дать шанс этому сериалу. Возможно, это то, что и привлекло внимание производственной команды, и следующее, что я помню, это их приглашение принять участие в сериале» Хэмилл предполагал, что ему дадут лишь небольшую роль, возможно, государственного служащего или просто соседа. Но когда ему предложили сыграть Джима-вампира, он был ужасно возбужден. Его появление в качестве гостя в конечном итоге помогло поднять престиж сериала. Эпизод в бегах даже был номинирован на премию Эмми за лучший сценарий комедийного сериала, а сам сериал получил награду – выдающийся комедийный сериал. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики, которые вам понравятся, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!